Нервная клетка Имеют два вида отростков Первый это короткие, они называются дендриты И второй тип это длинные, он один, у каждого нейрона один, это аксон Посредством этих двух отростков нейроны создают связи друг с другом Эти связи называются синапсы Для рассмотрения принципа работы нейромедиаторов нужно как раз становиться на этих синапсах Что мы видим? Это тело первого нейрона, окончание его аксона, его отростка Это тело уже второго нейрона, начало его дендрита Между ними существует вот такой вот просвет Он называется межсинаптическая щель Причем тут нейромедиаторы Нервный импульс идет по телу нейрона, нейрон там где-то сверху Он идет, 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 достигает вот этой вот зоны, которая находится у нас на слайде Это называется терминаль В терминале также содержатся специальные пузырьковые структуры, которые содержат эти нейромедиаторы Нервный импульс достигает этих структур и дает им команду действовать Далее эти структуры начинают вбрасывать вот в этот вот просвет как раз нейромедиаторы Нейромедиаторы последствием диффузии попадают на мембрану уже второго нейрона Где принимаются специальными белковыми рецепторами Ответственными за определенные нейромедиаторы Таким образом они возбуждают нейрон и импульс проходит Отличительная черта нейромедиаторов в том, что они выделяются на определенные раздражители И при этом вызывают определенные эмоции Таким образом они формируют наше отношение к некоторым вещам Например, мы можем очень негативно относиться к вот тому гаражу Потому что когда-то два года назад мы встретили там очень неприятных личностей Которые решили возыметь наши телефоны, например Также мы можем пропланировать 10 лет совместной жизни с человеком Просто пребывая под наркотическим приходом от определенных нейромедиаторов И сегодня мы поговорим о некоторых их проявлениях Все мы любим, когда нас хвалят Кого-то это мотивирует и вдохновляет, кого-то это наоборот расслабляет Но факт в том, что нам это нравится И в нашей нервной системе есть один такой дружок Который хвалит нас на протяжении всей нашей жизни Причем часто по поводу и еще чаще без повода Это дофамин Дофамин это основной нейромедиатор нашей системы поощрения Как это работает? Дело в том, что дофамин выделяется и доставляет нам удовольствие Если наш мозг расценивает цель, которую мы себе поставили Или действия, которые мы совершаем Как действия, вследствие которых мы получим какой-то позитивный, полезный опыт На деле же мы получаем опыт не всегда, но об этом поговорим немного позже Показательно, что больше всего дофамина выделяется вследствие двух процессов Это прием пищи и половой акт Наш мозг почему-то думает, что это самый полезный опыт, который мы можем получить Что это значит? Нейробиологические эксперименты показали, что даже если вспомнить о награде Которую мы получим, дофамин все равно выделится Можно рассмотреть это на примере наркозависимых Их мозг помнит, что прием наркотиков сопутствует с получением удовольствия Ну, определенных наркотиков И понимание наркозависимыми того, что они вот-вот их примут Уже начинает им доставлять удовольствие И это была такая околопозитивная часть дофамина Сейчас поговорим о негативной его и негативной, в принципе, всех нейромедиаторов Дело в том, что у нашего мозга есть свойство такое, как толерантность Когда мы очень часто или даже постоянно получаем большие дозы определенного нейромедиатора Мозг перестает его чувствовать, можно сказать, теряет к нему чувствительность Можно... Я бы рассмотрел это на следующем примере Вот так мы выглядим, когда мы первый раз прыгаем с парашютом Может даже немного эмоциональнее, ну, примерно, да То есть эмоции зашкаливаются очень классно, очень весело и так далее Примерно так же мы выглядим на десятый раз, когда мы прыгаем с парашютом То есть это тоже ярко, но не так, как первый И по мере того, как мы прыгаем-прыгаем с парашютом, мы примерно становимся похуже на это То есть, ну, это надоедает Мозг привыкает к таким дозам нейромедиатора, и это становится нормой К сожалению, после такого мы уже часто не можем получать удовольствие от обычных вещей То есть, например, когда нас кто-то хвалит, это уже не так классно, нам на это все равно Хотя раньше это очень-очень сильно доставляло Следующий нейромедиатор — серотонин Серотонин также является нейромедиатором системы поощрения И отвечает за фон настроения, за память, за самооценку и частично за когнитивные функции Когда общество нас ценит, уровень дофамина и серотонина повышается В следствии чего мы, например, хорошо социализируемся в обществе У тех людей, у которых уровень этих нейромедиаторов понижен, у них все с точностью до наоборот То есть, им сложно социализироваться в обществе, они бывают нелюдимы, замкнуты и так далее И на самом деле это обусловлено тем, что нашему организму не нравится оставаться без серотонина Так как низкий его уровень ведет к различным психическим расстройствам Таким как депрессия, например, или генерализированное тревожное расстройство Интересно то, что в начале момента влюбленности уровень серотонина понижается практически до уровня психического расстройства И на самом деле можно провести некоторые аналогии между тем и вторым А разница в том, что при психическом расстройстве это подкрепляется негативными факторами То есть, тревогой, например А при влюбленности это подкрепляется позитивными факторами того же дофамина, серотонина и остальных, о которых я расскажу немного позже Интересный факт, что поддержание ровной осанки способствует повышению уровня серотонина Все верно А, соответственно, когда мы горбимся, уровень серотонина ниже Следующие даже два О, вот что я забыл Ну, извиня, не важно Следующие даже два нейромедиатора и, кстати, гормона Мы рассмотрим, это норадреналин и адреналин Это, по сути, стрессовые и гормоны, и нейромедиаторы Они выделяются, когда наш мозг расценивает ситуацию, которая происходит вокруг, как потенциальную угрозу нашей жизни И он мобилизирует наш организм на защиту, можно сказать Это вот тот самый бей или беги Или остановись и подумай, но об этом позже Интересен именно, я бы хотел рассмотреть именно пример того, как они действуют на наше восприятие Когда мы встречаемся с кардинально другой точкой зрения Наш мозг воспринимает это как Что такое? Как потенциальную угрозу, чуть ли не реальную угрозу нашей жизни Дело в том, что наш мозг привыкает к определенным точкам зрения, которые у нас состоялись И когда кто-то пытается изменить, это совсем невыгодно Это слишком трудоемкий процесс И мозг просто пытается защититься от этого Он выделяет вот эти самые норадреналин и адреналин Которые, в свою очередь, увеличивают, скажем так, участие в когнитивных процессах Более низменные части нашего мозга То есть более звериные, можно сказать Они, в свою очередь, немножко вытесняют те части, которые отвечают за высшие когнитивные функции То есть логическое мышление, память Это все отключается, и мы начинаем просто в тупую доказывать нашу точку зрения Думаю, примеров приводить не надо Мы все поняли, о чем я Далее Поднимите руку те, кто любит детей Так мало А кто их терпеть не может? Не стесняйтесь, пожалуйста Дело в том, причиной такой разницы Кстати, недостаточно большой Я думал, будет серьезный резонанс Причиной обоим вариантом является разное содержание оксидацина и вазоплесина Как факторов нейрорегуляции Первый, кстати, то есть оксидацин участвует в формировании материнских чувств А вазоплесина — отцовских И сейчас мы говорим немного больше о других их функциях Они вырабатываются, как и все нейромедиаторы На определенные триггеры и раздражители Или раздражители Большие глаза Улыбка Милость Общая милость, например, ребенка Беззащитный вид того же ребенка, безобидный Это как раз вот те триггеры Эволюционно сложилось, что дети на самом деле беззащитны У них нет острых клыков, нет цепких когтей Взамен же они могут манипулировать, по сути, нашим сознанием Как это происходит? Дети начинают серьезно так плакать, верещать, молотить руками по воздуху Когда мы не уделяем им внимания Когда же мы уделяем им внимания Они начинают обаяшничать, смеяться, улыбаться И таким образом они завлекают в свои сети Наш мозг это улавливает Он вырабатывает вот те самые оксидацин и вазопресин Которые, по сути, так шепчут нам немного на ухо Чувак, давай, поиграй с ними Позаботься о них И мы как раз-таки начинаем это делать И самое интересное, что нам это нравится Это приносит чувство удовлетворения, чувство удовольствия Иногда чувство важности собственной У людей же, которые... Да что такое? У людей же, которые подняли руку, когда я спросил, кто не любит детей Для них они выглядят примерно вот так Ну, по крайней мере, для меня они выглядят именно так Дело в том, что у животных Это практически полностью завязано как раз-таки на нейромедиаторах А у людей включаются, помимо нейромедиаторов, еще и социальные факторы, например Я могу поговорить на вопросах, вы можете об этом спросить И да, вот так вот Окситоцин вызывает чувство удовольствия и снижения тревоги И, в принципе, чувство спокойствия, когда мы находимся рядом с близким нам человеком Это происходит из-за того, что он непосредственно влияет на функцию миндалевидных тел нашего мозга Которые, в свою очередь, отвечают за такие эмоции, как страх, как недоверие Из-за этого мы можем назвать окситоцин, в принципе, нейромедиатором доверия Интересный эксперимент провели швейцарские ученые Они собрали в лабораторных условиях 47 супружеских пар в возрасте от 20 до 50 лет Разделили их на группы И попросили каждую спровоцировать в лабораторных условиях бытовую супружескую ссору Они разделили их, вот опять же, на группы В первой группе они давали окситоцин в виде назального спрея, так как так он усваивается В второй группе они давали плацебо То есть, по сути, ничего, но они думали, что они что-то принимали И в третьей группе они просто не давали ничего Результаты эксперимента показали, что первая группа, процент решенных конфликтов, был что-то около 75 Или даже 80, что достаточно высокий, там, варьировался от 60 до 85 У второй группы это было что-то около 25-30, то есть, ну, тоже так нормально А те, кто не получал ничего, они получали супружескую такую суровую ссору Прям, прям как дома Далее я хотел бы поговорить о фенилэтиламине Это нейромедиатор сосредоточен в миндалевидных телах нашего мозга Помним о функциональности этих тел Он способствует правлению таких эмоций, как симпатия и любовное влечение Дело в том, что мы, люди, судим о привлекательности партнера по некоторым факторам И один из них это визуальный фактор То есть, мы визуально оцениваем человека И таким образом можно сказать, он нам нравится или наоборот И вот это достаточно индивидуально То есть, кто-то любит там побольше, кто-то поменьше Вот, и на вот эти вот индивидуальные факторы как раз-таки выделяется фенилэтиламин И он придает нам чувство такого возбуждения Можно сказать, повышает либидо в какой-то степени Фенилэтиламин присутствует в некоторых продуктах питания Например, в шоколаде Но он, можно сказать, он не усваивается в нашем организме Он расщепляется еще на первичных стадиях И поэтому бессмысленно жрать шоколад, чтобы повысить свою либиду, например То есть, там есть куча мифов по поводу Что-то, как это называлось? Любовь из шоколада? Я не знаю, может это... Да, я думаю, это не важно Так, что мне дальше? В принципе, эти нейромедиаторы мы сегодня рассмотрели Хочу сказать, что ни один нейромедиатор не отвечает за конкретно одну эмоцию Объем поступающей информации извне, он колоссален, можно сказать И поэтому они все работают в связке То есть, нет одного нейромедиатора, который отвечает за что-то одно Из-за этого мы можем предположить, что нет определенно позитивных и негативных эмоций Все это достаточно смешанно И что ж, к чему я это все, можно сказать, вел? В связи с того, что мы услышали, мы можем сделать вывод, что мы не можем контролировать свои эмоции Но взамен мы можем контролировать свое поведение Если каждый человек в нашем мире будет руководствоваться больше логическим мышлением Просто будет мыслить вместо того, чтобы руководствоваться просто эмоциями Наш мир станет лучше У меня все, спасибо Аплодисменты